Да, вот все хранится у меня в коробках. Коробки это у меня, ну как бы сказать, что было для удобства. Так давай вот сюда поставим. Вот, все поставила. Чтобы переносить, я же то реально ходу туда, то туда, но все в доме, все в тепле, в тепле, нужно в нужном месте. В сухом и теплом месте. Раз коробка, два, три, в общем у меня вся в коробках. У меня все в коробках хранится. Ну и нас про крема спрашивали. Да, спрашивали про крема. Про крема. То, что можно подарить на праздник. Женщина, мужчина. Крем для лица. Он очень хороший. 45 плюс. С маточной молочкой. Там есть и разные крема, но я беру вот это. Потому что, ну, вот так уже у меня спрашивают. Вот. Я тебе скажу, что состав я вижу здесь прекрасный. Ну, я сейчас, конечно, обо всем это рассказывать времени не хватит у нас. Потому что очень много в коробке всего интересного. Да, если кто-то захочет спросить или вот подсказать, может поближе показать. Да, напишем на экране номер телефона, чтобы тебе сразу звонили и спрашивали. А, может на экране написать. Ты просто, да, озвучи как бы сумму, сколько стоит крем такой для лица. Какой крем стоит? 300 рублей. 300 рублей, да. Такой крем 300 рублей. В составе маточное молочко, прополис, персиковое масло, масло грецкого ореха, льняное масло, витамин Е, витамин А, глицерин. Вообще состав прекрасный. Да. Вот они, они, вот. Но кто-то любит сывороткой пользоваться. Вот она сыворотка. Да, ты мне подарила такую сыворотку. Да. Она очень хорошая. Скажу, что я еще пока ее не открыла. Ну, просто нужно... Она вот... Нужно время. Летом я буду ей пользоваться. Она очень хорошая. Так. Тоже с маточным молочком. Потом мы весь сто лет покажем. Вот я вот так на ярмарке выставляю. Давай. Вот, может быть, вот вместе с кремом. Хорошо. Вот крем для лица. Кто-то любит сыворотку. Да. Сыворотка тоже в составе здесь очищенный глицерин, маточное молочко, гиалуронка. Да, хороший состав. Очень хороший состав. Витамин Е, прополис и прекрасный состав. Составы, да, замечательные. Затем крем для рук. Очень хороший я... И отзывы собираю и у своих клиентов. Я спрашиваю всегда всех, кто берут. Да. Классно, да. И вот я ходила к своему мастеру. Маникюра, педикюра. Я на Новый год ей подарила крем для рук и крем для ног. И вот он же крем для ног. Такой же, да? Крем для рук это с гомагенатом трутневых личинок, а крем для ног, для стоп, с маслом лавра благородного. Ну вот здесь в составе, вот в этом креме для рук, персиковое масло, кокосовое масло, масло ШИ, глицерин. Они хорошие. Они хорошие. И она сказала, что она мастер... Витамин Е. А, ой, да тут много. Этих делала. И она сказала, Марина, мне понравились крема. Хорошо впитывают. Тоненьким слоем ложатся. Очень хорошие. Да, еще по ценам тоже скажи. Они у меня 200 рублей. Вот эти вот по 200 рублей, да? И то, и другое для ног. Да, да. А еще ты не сказала, сколько стоит сыворотка. А сыворотка стоит 350. Вот. Вот сюда для рук. Вот по порядку, да. Сюда для ног. Давай. Это для... А, для лица, для рук, для ног. Для лица. Вот я так вот выкладываю себя на столике всегда. Да, ты уже привыкла, уже знаешь. Очень хороший крем я лично. Я много чем пользуюсь. Я лично тоже пользуюсь этим кремом. После бритья он подходит и как и для мужчин, так и для женщин. Вот. Так он... Он очень хороший. Да, сейчас я прочитаю. Здесь масло виноградных косточек, масло ши, масло какао, кокосовое масло, настойка прополиса, воск, пчелиный, глицерин. Тоже также витамин Е, геронка. Приятный. Он очень приятный, очень даже вот. Крем, да, после бритья это... Он очень должен смягчать кожу именно после бритья. Он очень-очень хороший. Он очень-очень хороший. Так, 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 так. Что там у тебя еще интересное? Зубная паста. Дегтярная. Это которая черная? Ну, это которая, да, черная делает щетку. Вот она, паста эта у меня, да. Но уже спрашивают у меня, и кто пользуется. Понравилось. Изводили, спрашивали, хотели взять прополисную, но в данный момент ее нет. Вот, я хотела спросить, прополисной пока нет, да? Только 5 февраля будут получать вот эти, как они, тубы называются, вот этого, что... А, ну она будет? Пополисная? Да, конечно, будет. Их только 5 февраля, если они будут получать. Фасовать, и... Ну, я надеюсь, на следующей неделе может еще не быть. А вот с 13-го числа, ну, короче, к середине месяца... Скоро будет? Скоро, ну, да, правильно, скоро будет. Скоро будет, да. Вот смотри, я хочу сказать, уже здесь в составе вот эти вкусные пасты. Мед очищенный, вода, кокосовое масло, масло шип, йогурт березовый. Она хорошая. Витамин D, подсластитель, стереозит, прополис, живица кедровая, масло пихты, масло эвкалипта. Слушай, ну, это такой состав богатый. Да, шикарный состав. А сколько такая детярная паста будет стоить? Она стоит 200 рублей. 200 рублей, да. Ну, прекрасно. 200 рублей, как бы, стоила весь целый год. Объем вот этой кубы 100 миллилитров. Да, и вот еще 200 рублей стоит прекрасный гель для зубов и десен. Он снимает воспаление, он очень хорош. Вот. Прополис и корни аира. Корни аира, да. Да, это же очень хорошо. Действует на ткани ротовой полости, способствует здоровью зубов и десен. Да, это вот по уходу за полостью рта, за деснами, да. И после чистки зубов. Вот прекрасный. Пользуюсь я им, очень нравится, да. Так, когда еще весной выбрали. Да, да, да. Весной. Да, очень хороший. Он и приятный на вкус такой, очень хороший. Да, и можно и полоскать. Скажи, вот, цена геля вот этого. 200 рублей, как бы пасту. 200 рублей. А поласкиватель 300. Ну, хороший, очень хороший. 300 рублей, он большой, да. Он очень большой. Кто-то полюбил вот этот шампунь. Да, да. Прям вот они... Шампунь классный. Они могут без этого шампуня. Как только заканчивается, сразу, честно, и я им пользуюсь. Муж мой пользуется, потому как проблемы есть с перхотью. Шампунь с прополисом. Вот, да, здесь 5,5. Так, в составе вода очищенная. Ну, состав, конечно, тут я не могу прочитать. Тут слишком мелко написано. Мне надо еще и луку, чтобы разглядеть все. Ну, да, да. Вот, поэтому, ну, я хочу сказать, что здесь объем, вижу, 250 миллилитров. Объем. Да, он хороший. Ну, 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 хороший шампунь. Он и объем придает, и на голове тоже делает объем голоса. Да, шампунь классный. И, ну, то есть он и лечебный тоже. Шампунь тоже можно подарить. Конечно, конечно. Это все можно подарить. Это все можно подарить, да. По уходу за руками еще есть. А, вот, у тебя мыло какое-то есть. Мыло сейчас. Вот я заказала лак прополисный. Он противогрибковый, если у кого-то проблемы есть. Вот оно, прополисный противогрибковый лак. Лак, да. Ну, я заказала по просьбе покупателя, ну, и взяла за базу. А сколько такой лак будет стоить? 200 рублей. 200 рублей. 200 рублей. А, шампунь цену, скажи, которую мы не скажем. 250. 250, да, может, я не расслышала, конечно. А вот, и антисептик, обработка рук. Где-то в автобусе, в транспорте, в дороге. Это очень необходимо. Спрей для рук. Спрей для рук, да. Очень удобно. Попшикали, обработки. Это нежный уход здесь с добавлением эфирных масел. Он очень неприятный. А его цена? 150 рублей. 150 рублей он стоит. Так, мне еще интересно. Коробочки свои есть, там прямо все там. Можно я покажу, что там у тебя? Да, можно, конечно. Все это. Ой, я прям открыла пакет сразу. Вот, вот. Я покажу, что у тебя в коробочке. Да, здесь сухо все у меня хранится в тепле. Здесь прям аромат сразу пошел от мыла. От мыла. Да, диктарное мыло. Так, а это что у тебя? А, это бальзамы. Я вижу, это бальзамы. У меня отдельно в коробке у меня стоят. Вот бальзам для губ я выставляю. Марина, он мне очень нравится, бальзам. Ой. Дело в том, что... Да, я еще посмотрю. Хотя я уже знаю, конечно, я пользуюсь. Те, кто брали его летом, они говорили, да, так есть, так и было. При высокой температуре, которая даже за 20 градусов тепла, он становится мягким. Так это же воск натуральный. Конечно, он потечет. Поэтому он должен храниться в сухом, прохладном месте. Вот он. Да? Ничего он. Вот он. Сейчас, зима. Ну, летом можно в холодильник поставить. Летом, да, но в основном пользуются зимой им, да. Конечно, мы уже летом не пользуемся бальзамом. Ну, по крайней мере, я вот, например, пользуюсь только сейчас, в зимнее время. Зачем вот с такого мыла начать? Мыло с цветочной пыльцой. Оно питательное. То есть... А это кусковое мыло? Конечно, да. Кусковое мыло. И микроэлементы. Все. Это питательное. В принципе, кусочек мыла, он весом 80 грамм идет. Да. А его нельзя достать? Оно там еще упаковано. У меня некоторые... Оно как подарочный вариант, наверное, идет, да? Такой. Ну, кто-то себе берет. Вот оно еще... Слушай, у нас запеканка с тобой, это... Вот оно еще что-то в этом самом упаковке, понимаешь? А, да, вот оно. Вот оно. Поэтому, да, я так не смогу завернуть. Нет, нет, мы дальше не будем распечатывать. Просто вот кто берет, они никогда... Еще никто не пожалел. Тот, кто брал это мыло, и приходит, и снова берут, и заказывают. У меня был заказ на 30 кусков мыла, не помню какой город, 20 кусков мыла. Сейчас вот недавно я 10 кусков мыла отправила. Оно очень хорошее. Вот это вообще замечательное, прополисное. У кого проблемы с кожей, у подростков вот угревая сыпь, вот это все, это вот. Приятно очень. Это мыло. Это вот это мыло. А мыло сколько? Какая стоимость? Любое мыло 200 рублей. Дегтярное мыло. Кто-то берет для себя при кожных заболеваниях. Кто-то голову моет, вот привыкли. Женщина одна брала, я честно скажу, собаку купать. Антисептические свойства. Пожалуйста, да. Чтобы не приставали вот эти животные, насекомые всякие. Одна женщина брала у меня, когда она его разводит, поливать цветы. Цветы удобрять, поливать, чтобы тоже мошкара не ела. Я хочу прочитать состав. Вот здесь я вижу его. Значит, написано... А, да, все правильно. Для приготовления этого мыла использовано кокосовое масло, льняное масло, пальмоядровое масло, вода, паустическая сода, йогурт березовый, воск, чилиный прополис и парфюмерная отдушка. Вот это в составе, слушай, я такое мыло, скажу, что, ну, как бы, перебрас. Держу в своих руках. Я не пробовала такое. Ну, ты говорила про мыло, но как-то я негодовала этому отношения. Я заказала одно мыло, а мне прислали очень много мыла с мумиё. Да? И я на Новый год дарила всем такое мыло, честно скажу. Ну, не только мыло, но ходил в подарок вот это мыло. Оно там... Держи. Посмотрите на обороте. Давай. Оно разглаживает морщины. Вот это... Там написано всё, вот, как им пользовалось. Ну, да. Да, да. Пособствует разглаживанию морщин, устанавливает дефицит микроэлементов в покровных тканях и стимулирует регенерации... Да. И стимулирует регенерационные процессы. Кто-то будет... В составе, смотри, норковый жир, кокосовое масло, пальмовое масло, масло ши, вода, паусическая сода, воск пчелиный, прополис, мумиё, эфирное масло пихты. Да. Состов классно. Это прекрасное мыло. Просто вот, да. Иногда бывает у них заказала одно, присылают что-то другое. Ну, видимо, может быть просто что было в наличии, наверное, положили. Нет, они путают нас. А, может быть, путают. У них много заказов, когда отгрузок много. Ну, человеческий фактор. Они... Благодаря этому у меня дегтярное мыло появилось. И я не думала, что оно пойдёт. А, ну, его стали брать. Пользуются способом. Они его стали брать. Вот это я сама тоже заказала. Эвкалиптонное. Кто любит в баню. Оно противовоспалительное. Обладает антибактериальным свойством. Там всё написано. Да, точно так же, да. Да. Я уже выучила. Ну и ещё полюбились мочалки с мылом. Да. Ой, от неё аромат такой. Это ручная работа. Там прям мыло кусочек. Вот такое большое там мыло. Вот такое большое, да. И когда оно закончится, вы можете любое своё, по своему желанию положить туда мыло и продолжать пользоваться. Да. Эта мочалка даёт эффект массажа и пилинга. Ну, может, и мочалка сама джутовая. У меня были и просто мочалки в продаже. Ну, эти берут лучше. Да? А с мылом нравится. Понравилось больше, да? С мылом нравится лучше. И вот как-то... Да, и цену сразу озвучить сколько? Мочалка 300 рублей. 300 рублей. Так как и была ничего, у меня эти цены не меняются. Вот она смятая такая же. Это успокаивающий такой эффект, даёт успокаивающий. Я всём говорю, это на ночь помыться, а с утра взбодриться. Да. Вот это про бальзам. Ну да, друзья, подарки, конечно, можно выбрать. Про мыло сказали, да. Про вкус и цвет, да. Свечи. Свечи, да. Очень нужны. Сейчас карандаш с прополисом. Нужны. Я сама ими пользовалась. Я всем даже показываю. Всегда эту баночку с собой ношу, даю нюхать. Вот они там натуральные, большие, 15 штук. Они очень хорошие. Я беру с прополисом и беру вот с облепихой. С облепихой это по гинекологии. Это для женщин? Это для женщин, да. Это вот для женщин у нас. Вот так. Потом еще есть очень такая замечательная вещь у меня, как спирулина. Женщины, которые на диетах, которым чего-то, какого-то витамина не хватает. По своему составу она схожа и заменяет, вот как это в буклете написано, вот эти буклеты, они есть для спирулины, она заменяет икру. Я так понимаю, что либо красную, либо черную написано, икру. Ну, не кабачковую уже. Ну, понятно. Вот. Это вот очень... Я вот только единственное, что вижу здесь, что противопоказания гипертонии, это у кого высокое давление и хронические заболевания почек. Да, да, да. Да. А так это отличный источник витаминов, минералов, жирных кислот. Там все витамины и минералы. Ну, да. Абсолютно все. Для иммунитета хороший очень. Ну, и вот скажу про вот это, что прополис, который надо жевать. Таблетка какого? Таблетированный, да. Это очень удобно. Такой, я помню, он еще у меня был такой, вот этот прополис. Да. Я пользовалась тоже таким. Очень хорошая вещь. Давай вот так ставь. Да. Он очень-очень-очень хороший. Ну, и последнее, что мы скажем, о чем мы сегодня скажем, ну, конечно, это... Ой. Про... Про бальзамы. А, бальзамы, бальзамы, бальзамы. Это вообще необходимая вещь. Да, бальзамы. Я на самом деле вам сейчас скажу, я... Эта фирма давно существует, с 2006 года. Ей уже больше десяти лет, уже пятнадцать лет. Так, я еще работала. Да, да. Я с этой фирмой работала, да, и потом уже Марине рассказала про эту фирму. И весной у меня женщина брала для иммунитета и сейчас сделала снова заказ. Она сказала, я так болела, так болела, а сейчас говорит, все нормально. У меня, говорит, как-то вот... Ну, на самом деле, бальзамы очень хорошие. Здесь составы хорошие. Здесь состав хороший. Да. Пчелу, наверное, отсадим. Да. Вот. Отсадим пчелу и поставим сюда вот... Ну, давай мы сейчас уже у нас, потому что ролик слишком долго, длинный будет. Давай мы просто... Ты делаешь бальзамчик, и мы покажем, какие они есть. Они практически у меня в наличии уже почти все. На этой неделе я заказала бальзам для мужчин и бальзам для желудка. Вот. Самое главное, что сказала, что для мужчин есть такой бальзам. Называется мужское здоровье. А можно посмотреть его? Сейчас нет, в пятницу придет. А. Я его заказала. Все, поняла. И они тогда все. Вот. Для щитовидки, для легких, для печени, для иммунитета. Здоровые суставы и кости. А, я, наверное, знаешь, Марина, я покажу. Вот. Я же пользуюсь таким бальзамом. У меня есть. Я покажу, как он выглядит внутри. Дома у меня открытая баночка. А я покажу, да, да, да. Здоровые сосуды. Ага. Вот. Будет еще для желудка и для мужчин. И все, они полностью, их 9 видов. Здесь 3, 3, вот еще 2 будет 9. Их всего в наличии 9 в производстве. Вот. Все. Вот так. Молодец, Марина. Молодец. Что я могу сказать. Замечательная у тебя продукция. Замечательная, да. С пчелой все время. С пчелой. Ну, как без пчелы. Да. Да. Пчела – это жизнь. Да, да, да. Поэтому дарите правильные подарки, полезные, нужные, которые нам нужны, каждый день необходимы. Это важно. Заботиться о близких своих. На самом деле. Так и сами приятно пользоваться. Да. Конечно. С большим удовольствием. Мы понимаем это с возрастом. Вот. И... Да? Ну, в 20 лет я так не думала, я честно скажу. Я вообще думала, что... Буду вечно молодой, да? Нигде ничего никогда не болит. Да. Совсем и так, конечно. Ну, да, да. Потом, конечно. Все понимаем. Да. С годами. А про остальное мы расскажем потом как-нибудь. Будет еще много продукции. Конечно. И на стойке, мази. И все на свете. Ой, это надо очень много роликов, чтобы это все рассказать. Правда? Конечно, потом. Спасибо, что вы были все с нами, что вы все это посмотрели. Хотя, конечно, мы вам и благодарны за то, что вы нас спрашиваете, пишите в комментариях. Иначе бы этого ролика не было просто. Правда? Конечно. Вот. Поэтому мы прислушиваемся тоже к вашим просьбам. И поэтому уже... Эта передача есть. Вы спрашивали, мы отвечали. Да? Да. Да, название передачи даже какое-то такое было. Так оно и есть, да. Вы сами подсказываете нам тему ролика. Так что спасибо всем. И всем здоровья. И всем хорошего настроения. Приходите всегда к нам. И до свидания. До свидания. Пока-пока. Дело в том, что не нужно никакого печенья. И не нужно никаких конфет. Это так вкусно. Это просто... Но я хочу сказать, она сейчас теплая. Мы не можем дождаться, пока она остынет. Это невозможно. Да. Такие ароматы, это вообще... Она сейчас... С изюмчиком классненькая. Теплая. Но очень обалденная. Когда даже она сейчас готовилась, теплая. Божественная, действительно. Да. Это я ее так назвала. Ты права. Как будто в детском садике. Да. Нежная-нежная вообще. Ну, знаете, здесь домашние яйца. Можно домашнее... Я вообще домашнее молоко кладу, но не было. В данный момент купила сливки. Вообще молоко там... Нежнятина. Твор. Нежнятина. Божественная. Божественная. Все, 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 все. Выключаем камеру. Ладно. Ну вот я и дома. Как обещала, покажу вам бальзамы, которые есть у нас дома. Вот этот бальзам для суставов. Здоровые суставы и кости. Я покупала его для себя. Здесь в составе лавр. Скорлупа куриных яиц. Корень лопуха. Листья, брусники, крапивы, зверобой, масло, виноградных косточек, витамин Е и мед цветочный. И сейчас я покажу, как он выглядит внутри. Вот он. Такой вот. Он густой-густой. А запах такой, знаете, насыщенный-насыщенный. Вот прямо аж такой ядреный, сказала бы я, запах. Очень ароматный бальзам. И сейчас я покажу. Даже закрывать не буду. Покажу мамин бальзам. А у мамы здоровые, легкие. Здесь составе чабрец, листы эвкалипта, тимьян обыкновенный, медуница лекарственная, мать-мачеха, листья липы, масло виноградных косточек, витамин Е, мед цветочный. И вот он такой. Мама здесь не убирает золотинку. Видите, какие они разные по цвету внутри. Потому что разный состав. Вот такие вот бальзамы. Они густые, очень густые. Вот прямо твердые. Нужно их приложить усилие, чтобы ложкой подчеркнуть хорошо. Вот такие вот бальзамы. Закрываю. Мама свой хранит в холодильнике. А я в столе. Я не убираю в холодильник. А на улице-то идёт дождь. Посмотрите-ка. Вот он, февраль месяц. Видите? Сейчас я открою окно, чтобы послушать дождичек. Вот так его слышно. Ну и ещё раз. Всем вам до свидания. Хорошего продолжения вечера. И доброй ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова